Он не едет в наш район! Ну что это? А по второй полосе летит машина. Вдруг упадет! Не могу поверить, что это скоро случится! Чтобы уже этих вопросов не было, я объяснила, почему я не хочу на мой. Я не люблю, когда меня обламывают. Всем доброе утро, мои хорошие! Начинаем новый блог. Я сейчас искупалась, помыла голову, потому что сейчас мы с Данечкой собираемся в гости к Алене, темненькой подружке моей, кто помнит, и Викуленьке моей сладенькой. Давно мы в гостях у них не были. У меня уже насобиралась, заказывала в Васильке одежду детскую, подушечку детскую, все для Викулии, и уже с двух заказов насобирались. Подарки я все доехать не могу. Хочу скорее, уже, как говорят, дети вырастут скоро. Писала недавно Лене, говорю, мы в гости, когда приедем, она уже вырастет с этих вещей, они же так быстро растут, дети. Поэтому, а, и я такая в зеркало смотрю, у меня не свежая голова, надо помыть. В общем, короче, быстренько сейчас помыла голову, смотрю, загар уже. Вот я хоть и хожу там 3-4 минутки в солярии, мне кажется, больше и не надо. Вот реально, 5 минут это будет с головой мне. И вот этот загар меня вполне устраивает. Ну, чуть-чуть вот еще можно там пару-тройку раз сходить, и вот этот легкий золотистый оттенок меня вполне устраивает. Я не буду, знаете, сейчас вообще говорят, что светлый цвет кожи, он как бы в моде возвращается. Ну, возвращается, то есть нет уже такого, что прям загоревший. Понятно, что если ты на отдыхе где-то, ты загорел, это одно. Но вот так в солярии себе жарить ради этого. То есть как-то 50 на 50. Загоревшее тело, конечно, красиво, бесспорно, вот. Но если у тебя светлая кожа, это тоже красиво. Надо любить себя разное, короче. Вот, поэтому я в легкий золотистый оттенок, просто чтобы не светиться на солнце, вот как бы не светиться, да. Но поцелуи лета у меня есть уже, благодаря солярию. Жечь кожу не буду. Вот, сейчас я посушу волосики свои, и мы отправимся. Чайник, кстати, да, я вам обещала показать. Так, девочки, вот он чайник у нас из Фаберлик. В принципе, он красивый, стильный, хорошенький. Здесь вот такая кнопочка сверху, видите. Открываем, заливаем. Здесь у нас включение. И работает вот такой вот индикатор. Вот. И все, греется. Ну вот, как бы, такой чайник. В принципе, довольно простой. У меня был чайник, где подсветка была полностью по всей этой штуке. Поэтому я думала, что здесь будет тоже полностью такая подсветка во всем чайнике. Но здесь индикатор только здесь работает. Вот, в принципе, нормально греет воду, да, быстро все. Ну, то есть, вполне себе нормальный, красивый, аккуратный чайник. Вот так вот крутится здесь вокруг своей оси. Сам отключается. В общем, такой. Ну что, мои хорошие. Да что ж такое, мне в глаз все время что-то попадает, мне-то бесит. Самое интересное, что я спешу сейчас. Вот реально спешу, потому что мне позвонил курьер, который просто за 15 минут, девочки, объехал три адреса. И уже как бы готов ко мне ехать. Ну, ко мне, в смысле, не ко мне домой, а туда, куда я указала адрес. А мне до этого адреса еще доехать надо. Я говорю, ну вы метеор. Все, ну, бля, попало, все. А самое печальное во всем, что я просто не вижу, что попало. Вот оно мешает, а что, непонятно. Я уже, блин, всю косметику смыла. Пальцем, ладно, поеду с одним глазом. В общем, курьер, курьер, курьер и к плене едем. Еще одна посылка девочке пришла огромная. Что там, не знаю. Но очень любопытно. Что это? Я еще на вчера посмотрю, покажу дыньки. А что там у тебя? Ударилась? Нет, ноготочек. Ноготочек вырос? Да, маленький. Тебе не жарко, Викуля? Да. Принцесса моя. Я снимаю седу. Малине. Что? Двадцать минут. Ну, подожди, Дэнь, чего? Двадцать минут. И я снимаюсь. Я снимаю тебя, красавица, в таком костюмчике розовом красивом. Двадцать минут. Двадцать минут. Двадцать тысяч рублей там. Да. Короче, гуляют детки, играют. Вот Ленуся наша сидит. Роллами меня тут накормила, фруктами разными. Сейчас кофе будем пить. Привет. 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 Что ты делаешь? Привет. Привет. Викуля, да ты зачем близко снимаешь? Ну, она бы снимала. Нет. Обзор Дэнки. Эй, а что я, бабушка? Урони только. Урони. Камера сверла. Мама, у нас где камера? Йоу, 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 йоу. А где наша? Ты правильно, держи камеру. Ты что, она снимала? Да, снимала. Все, я потом дома посмотрю. Мы сейчас будем делать кофе. Альпро. Овсяное. Я, кстати, попробовала. Очень вкусное. И кофе вот так вот заварили. Сейчас будем делать кофе. Здесь у нас будет много кофе, мало молока. А здесь у нас будет много молока, мало кофе. Это мы так с Леной любим. Ну что, мои хорошие, просидели мы, сколько мы просидели? Три часа как минимум просидели. Вкусно нас накормили. Торт к нашему приходу заказали. В общем, как всегда, у Ленок хорошо уезжать от нее. Ой, Дэню не пристегнула. Уезжать от нее все время не хочется. Вот, но надо. Сейчас уже Кристина и мама подъезжают. К пяти часам должны мы это встретиться уже. И Дэньку передаю бабушке, переодеваюсь. И на такси уже поедем в театр. Будем смотреть спектакль Примадонны. Дэнька вон с соком, с подарками, да? Вкусно? Да. Ну что, мои хорошие, я приехала домой. А меня здесь ждет... Мамачоли! А я смотрю, у нее красивый сарафан. Такой цвет. Очень идет. Сарафан самый ток. В лето самый ток. Да, недавно у нее был обзорчик с нашего любимого магазина. Да, уже вышла или еще нет? Да, уже давно. Уже вышла. И очень идет тебе этот цвет. Вот к блондинкам нам очень идет. Убирается вот фасон, он прям как по мне вот шит. Знаешь, что он сидит... Во-первых, он сел на меня хорошо и комфортно мне. И вот этот хлопочек прям чистенький. И все дышит, и спина дышит. Вот сейчас в такую жару, сейчас у нас за 30. Сейчас в самый раз к нам ходить. Красота. Мама Чоли приехала, чтобы меня отпустить в театр. Я уже говорила, да? Мы идем на Примадонну. Это я говорила. И для меня вообще поход в театр. Это лишний раз выгулить одну из своих одежд, которые я просто коробками и мешками заказываю. Мама Чоли, подсними, как я одену, красиво. Тебе нравится мой лук? Вот так смотрю, вот так держи, вот так. Вот, а я покручусь. Тебе нравится лук мой? Лук нравится, я единственное беспокоюсь, не будет ли тебе жарко. А оно все разлетайко, смотри, оно все вот там вот раз, ветер. Ну, понятно. Это модная тема, на пижаму не похоже? Да, ну нет, это же видно, что это фасон, костюмчик такой. Да, кроссовки одела и пошла, а Кристинка меня уже будет ждать у театра. Я бы в 30 градусов вообще в кроссовки никогда бы не одела. А у меня кроссовки в дырочку, в дырочку, открытая пятка, дырки везде. Все равно. У меня есть кроссовки дышащие, но у меня прям вот прям ноги в них аж парятся. Мне только сандалики. Я летом могу и в обычных ходить, так люблю кроссовки. Вообще, честно говоря, когда была помоложе, я тоже много чего могла, мне было пофиг, я даже могла все лето проходить в туфлях лодочка, прикинь, у меня ноги не запарились. А лодочка что, это вообще нормально? Ну, лодочка, это закрытый нос и пятка закрыта. Ну, вот я ходила в лодочках на каблуки, могла в жару все лето проходить. Ну, это в принципе. Ну, потому что помоложе была, я как бы и легче переносила и жару, и все. Вообще в каблуках могла ходить. Сейчас я и в каблуков не одену. И я не одену. Я, кстати, вот девочкам... Не надену. У меня же недавно сын со семьей съездили на море на пару деньков. Ты, тебе видосы покидали, да? А мне там, ну да, мне покидали, я там вставила. Но мне просто написали, а что вы с ними не поехали? И вот я прошлое видео, оно выйдет в понедельник, это видео, я ответила на этот вопрос, для того, чтобы там, потому что ни один человек задал мне вопрос, почему я не поехала на море. Чтобы уже этих вопросов не было, я объяснила, почему я не хочу на море. Объяснила, почему не хочу. Уже все. Это вот мое море уже отъехало. Вообще нас никто особо никуда не зовет, кто уже нас хорошо знает. Уже бесполезно просто. Раз, предложили, два, предложили. Я тоже такая, что на море, блин, нифига себе, нифига себе страшно. Ну, в плане, вы понимаете, да? Устать, ехать, то, сё, и думаешь, да ну нафиг, не зря ли я поеду, не пожалею по тому поездки. И как-то отказываешься все время. Особенно от спонтанных поездок. Я вот, кстати говоря, вспоминаю последнюю нашу поездку на море, вот тогда, когда мы поехали. В Суко. В Суко. В Суко. Да, да, вот это Суко. Суко. Да, поехали. Ну, это хорошо, что мы еще с Кристиной поехали. Вот как-то, да? Ну, просто, во-первых, я запомнила, что жара, мы в бассейне плавали там неплохо. Вообще, это нам еще повезло, что отельчик хороший будет. Это единственное, что если бы у нас было жилье попроще, я бы там просто повесилась бы, просто, понимаешь, от всего этого. А кондер работал там, да? Да, и кондер у нас там работал, и бассейн у нас там был. Вот это наше было спасение. Ну, да. А поотравлялись там все? Ты что же? Ты тоже отравилась? Я отраванулась, да. Денька, и нам плохо потом было с Крис. То, что потраванулись, то, что там жара, вот это на улицу выйти невозможно днем никак вообще. На море мы съездили, я под этим, под верандой, под крышей просидела, и все на часы поглядывала, скорее бы уже в гостиницу вернуться и под сплит систему залезть. Вообще сегодня мы с Леной тоже разговаривали по поводу моря, и она тоже говорит, не хотите ли вы поехать на море, вот они скоро должны поехать. Потом еще в горы звала, кстати, горки-город, мы отдыхали все вместе и тоже, говорит, в августе. Ну, до августа еще далеко, как бы посмотрим. Она говорит, там и до моря доехать можно, а приезжаешь, и там горы, как бы хорошо тоже летом, потому что мы были не летом. И я ей говорю, что на самом деле вот мне сейчас страшновато ехать вообще на наше побережье, и тогда мне не кайф было, а сейчас еще, с учетом того, что все позакрывали, ну да, там, ну Турцию открыли. Сейчас в Турции я представляю просто, какой ажиотаж. Плюс в любой момент могут ее закрыть там, да, опять же. Ну, как-то вот непредсказуемо, а застрять там где-нибудь. И народу сколько там будет, да, и цены плюс повысились, естественно, за счет этого, что вариантов нет, да, почему бы не повысить. Когда конкуренция большая, они все понижают, а когда конкуренции нет, то можно и повысить. Вот. А по нашему побережью сейчас просто уже, уже, сейчас уже творится полный трэш. Это, наверное, надо места найти, куда не ступала нога человеку. А это будет тяжело. Сейчас многие найдут. Слушай, ну мне кажется, более-менее вариант, это вот если вот захотеть выбраться, и то это, мне кажется, не для меня. Вот на левый берег, где мы бассейн ездили, поехать выбрать такие часы, где там народушек было немного, понимаешь, там какие-то вечерние там или что-то, ну, не выходные. И целый день провести там, и все. Нет, вот я бы поехала на час, а потом бы села бы на такси и домой. На час? Часик максимум два. Да. Почему я с вами, вот почему я с вами никуда не езжу? Ни на дом не хочу, ни на море никуда. Потому что мне час, максимум два, вот так, и быстрее текать, быстрее вот под спинсистему, под койку и все. Понимаешь, потому что я уже вот это вот не, уже это все не переношу, организм этот все мне тяжело переносит. Для меня это пытка. Вот, а для меня то же самое, только через чуть больше часов. Может быть, к твоему возрасту у меня будет тоже час, но пока у меня часов пять могу. Ну, меня с тобой можете никуда не звать, и я прекрасно дома проведу. У меня есть душик, у меня есть плитик, телевизорчик. Так, стопы, а ты же в султан-спа собиралась со мной съездить. Ну, султан-спа, это же не на солнце загорать. Да, ну ты поедешь? Ну, в помещении там же не жалко. Ты же не на часик поедешь? Ну, султан-спа, да. Я говорю о том, что на природе где-то там. Возраст, девочки, все мы там будем. Ладно, мы с тобой болтаем-болтаем вообще, а время-то тик-тик, тик-тик, так-так. Давай, тупай, тупай. Я пошла. Кашку сделаю, накормлю ребенка в ванную, не знаю, уговорю. Говоришь, конечно. Сила бы посидела, а он отказывается. Как так? Попозже чуть-чуть, сейчас вот, часам к семи. Перед сном. Он знает, что купаться и спать, вот так. Перед сном его искупать. Ну, ладно. Ну, все, целую. Целую. Ну, давай ты это самое. Целую. Не очень было бы. А с чем играет Мила? Какие игрушки у Милки? Что это такое? Ты не сожри эту штуку. Вот ты, боже мой, боже мой, боже мой. Я боюсь такие штуки, чтобы она играла. Смотри. Ну, так не давай. Бешеные глаза. Скажи, мама, да что ты такую ляльку забираешь? Ла-ла? На. Ну, что это за дитя мое такое? А что ты за дитя мое такое? Лапы, такие глаза бешеные. Такая мошка, такая мошка, мошка, мошка. Ай! Ай, на! На-на-на-на-на. Нет, я выкину ее. Мой лучок решила вам показать. Видно? Надо вообще помыть здесь стекла. Все такое. Короче, у меня просто дома в прихожей вообще обалденный лук. Мне очень нравится. Модная такая вся, классная. И кроссовки. Главное, удобно, что не нужно одевать сюда. Сами понимаете, что это мое такси приехало. Так, как вы помните, Кристиночка у нас в гостях вчера уехала. И, в общем, от гостей мы с ней встречаемся уже прям у театра. Вот. Я вообще сначала хотела без машины поехать, потом хотела на машине поехать, потом решила все-таки без машины поехать. Вот. Ну, посмотрим, короче, как сложится день. Маму оставила, ну, она, может, останется спать. Или, ну, короче, до 12 часов сказала, приеду домой, потому что завтра садик, поздно ложиться не буду, не хочу. Хочу выспаться. Еще видео кучу надо снять, интересных, классных распаковочек. Вот. Короче, такси вызвала. Сейчас она уже подъезжает, подъезжает, а я поеду. Интересно, чем закончится этот спектакль, потому что три предыдущих раза мы достиживали до антракта. Один раз даже не досидели до антракта. И в итоге пошли домой. То у меня что-то случилось, то у Дэни уха стрелять начало, то у меня панические атаки, то нам стало неинтересно и выходим, а нашу тачку эвакуировали. Короче, все время какие-то были приключения. Я даю еще один шанс пойти в театр. Вот, по приглашению. А потом буду думать все-таки брать эти приглашения все-таки или нет. Если все пойдет ровно, значит до этого три раза были просто совпадения. Так, приехала пораньше. У меня есть еще 20 минут. Сейчас зайду впить кофе. Возьму какой-нибудь напиточек. Кристина еще едет. И у нее как раз-таки еще нет зарядки на телефон. У нее села батарейка. Надо с ней еще состыковаться. Заказала себе коктейльчик. Очень вкусный. Какой-то усовершенствованный. В пить кофе. Короче, иду наслаждаться жизнью. Пойдемте Кристинку искать. Нам надо с ней состыковаться, в конце концов. Блин, я в этом костюме, честно, чувствую себя просто такой модной, такой красивой. Такой уверенной. Я вижу, что все так смотрят прям. Всем нравится мой образ, я чувствую. Я как разлетайчка. Кстати, кто не видел эту распаковку, этот костюм у меня с Шейн. Это просто обалденно, честно говоря. Обалденная распаковка была. Обалденный костюм. Обалденное качество, цвет. Просто по мне сшит. Очень круто. Прошлась через переход. Просто чутка пробежалась. У меня такая дышка. Кардио мне точно нужно занимать. Смотрите, где мы на театральной. Я обожаю театролку с детства. Вот этот Стелла Банк. Он всегда навевает у меня какие-то, не знаю, какие-то ассоциации непонятные. Но очень приятные. Такие, знаете, Стелла это. В детстве, как только можно было нам с Виталькой, с моим братом уезжать куда-то на автобусе, как только мы почувствовали себя самостоятельными, мы здесь много времени проводили. И еще пешком сюда ходили. Прикиньте. А это на минутку где-то идти сюда пешком, не знаю, ну, час-полтора. Не спеша, если полтора. Вот наш театр. Театр. Будем сейчас Кристофе Робинова нашим выглядывать. А где она, красоточка наша? Так, пока что здесь на приступочке я Кристофе Робинова не вижу. Вот, поэтому я не буду заходить, пока у нас есть еще 15 минут. Я ее буду ждать, а наехать с другого конца города. Убедительно просим вас на время смертания отключить звук. Ну что, мои девочки, антракт. Кристинка сзади спряталась, не хочет сниматься. Не знаю почему. Говорит, сегодня... Я здесь. Сегодня, говорит, меня не снимай. В общем, у нас сейчас антракт. Спектакль идет. Спектакль нормальный. Помните, я вам рассказывала... Кристи, что меня снимает сзади? Да, говорит, меня не снимай. Не хочу сниматься, надоело немножко. Хочу отдохнуть от съемки, поэтому... А я ее не снимаю. Но она не опоздала, молодец, пришла. Вовремя. Мне нравится вообще. Ты такая стильная сегодня. Помните, я вам рассказывала перед этим, что до этого три спектакля, они были все какие-то... Ну помните, да? Один раз у нас машину эвакуировали. Я напоминаю вам, да? Что один раз я заболела, другой раз это. И я думаю, интересно, этот раз пройдет гладко или нет? И все-таки нет, мои хорошие. Этот негладкий тоже. Но причины не могу сказать, почему. Очень крутой спектакль. Ну, веселый, поржален. Спектакль окончен. Я влюбилась. Кристина влюбилась в главных актеров. Нет, мне икутся. Эти ребята, на самом деле, в прошлый раз, когда мы смотрели Ромео и Джульетту, они были в главных ролях. Мы их снова узнали. Да. Ну, в общем, вот этот спектакль, им подходит больше. Посмеялись, повеселились, сейчас пойдем покушаем. Дивеньки, смотрите, что мы тут выходим из театра. И Сикану Семеновичу какого увидели. Привет! Это же Ласка, да? Харек. Привет! Смотрите, как он мой. Привет! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я тебя пою, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Павалочки! Гуляет вот так. Круто. Спасибо. Девочки, погода просто нереальная. Просто. Это стелла красивая. Такая огнями нас встречает. Погода, я не знаю, легкий ветерок. Температура идеальная. Вот так бы все лето. Это супер. Можно в футболочке, а можно вот так ходить. Например, с длинным рукавом. Короче, спектакль. Спектакль понравился. Спектакль классный. Поржали. Очень много писалось в моментах. Еще мне какой-то момент показалось, что хотят они быстрее закончить спектакль. Как-то быстро все происходило. Как будто на обыстренке. Еще несколько раз я не поняла, в чем дело. То ли они текст забывали и ржали. То ли им смешно было от того, как они играют. Короче, несколько раз просто такой спектакль как бы, знаете, на паузе и ржут они оба. Я не поняла. Но я не заметила ничего. Я думаю, продолжали бы играть. Но, видимо, они не могут продолжать, потому что у них ржач. И, короче, там минуту ржут, и потом продолжают. Вот, типа, того что-то было. Да, Кристинка смотрит фотографии, которые я сделала у Леночки. Да, как Викулька просто. Мальчик-девочка. Как Викуля за Денечкой скучала и прям такая Деня, Деня. Вот. Фоток много классных. Мне уже жаркое принесли, а Крис пока ждет свой супер-острый супчик. Ну что, мы с Кристюшей покушали. Попили. С Кристюшей покушали. Да, сейчас идем. Решили пройтись немножечко. И, возможно, даже на маршрутке дойдем до дома. Кристина приказала мне снять вот это. Говорит, быстро сними. Только вот так сними. Еще говорит, как надо снимать. колесо наше цветное красивое светится вот это театр надо с другой стороны кстати что вы видели как он выглядит да мы кстати здесь с тобой велосипеды у нас на прокат можно взять можно покататься хочешь кризис на кэблах своих парень а я кристинке как-то сказала берегу из 2 поедем парк на велике покататься она говорит что она падает его и вроде бы еду еду а потом беру и падаю короче вот так красиво подсвечивается да я не помню слов как я могла им петь по брендовым а не сильно тебя таскал так я не пою эту песню я не знаю но ночь заводник не надо вспомнить да вдруг упадет на руку мне завтра я опять останусь без тебя но ты не плачь ну зачем ты появился ну зачем теперь ты с ней ну зачем в нее влюбился так вот у нас и цветочки продают здесь у нас парк имени вид червичкина в детстве когда я была вообще в этом парке он был самый стрёмный мне кажется я вот так покажу с краю он вообще был какой-то всегда не облагороженный вот парк имени червичкина ведь всегда какой-то сейчас может быть его чуть прибрали сделали аккуратненьким но для детей а если подсветочка то глянь но все равно мне это как-то вот и с детства еще страшновато эти развилка кристина среди лево право после вот там реально страшно здесь еще над дорогой ладно а там светло машины какие-то стоят да но мы здесь гуляли честно и мне когда этот парк не нравился мы всегда гуляли там вот там театралка вот там-там-там бегали по лесу здесь и короче та сторона нам нравилось больше ничего мы пришли к остановке кстати мы сейчас будем петь для вас песни давать концерт и ждать трамвай подкучку доходить до дома кристина вообще предлагает это давай потихонечку продвигаться пересли мы продвинемся или маршрутка придем во-первых ты на каблах я могу разум мы вспоминаем весь репертуар булановой помнишь не давай еще какой-нибудь спи малышек засыпай я вот не знаю эту песню подожди ажи ясный молодец ты на пише вот самая такая у нее веселая кстати была песня весенним лучом то день все ярче допомнишь давай хит был я про малыша видимо это слишком слезная песня была я старалась меньше плакать это после сестры когда он ее изначал ребенка нашел к сестре аааа вот я про малыша да она была сейчас вспомним тихо песня та та одинокую да было да была такая песня ну давай другую которую не одного слова давай так все нам предлагают поменять репертуар давай давай вот такую мальчик мой музыка дождя что-то спешим давай помедленько давай мальчик мой туруру музыка дождя скажет мне скажет мне что с тобой что с тобой мальчик все мальчик а дальше знаешь ты ведешь и ты ты давай давай еще да 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 следующая свайб влево ладно Кристина у нас сегодня заказывает музыку так что ждем когда на следующем подожди Меня уже никто не ждёт Лишь только Эхо Горьких Снов Я была раньше влюблена в этого Нет, друзья, и нет врагов Нет, друзья, и нет врагов Блин, ей это плохо песня, у него ещё какая-то была Нашевская У него много было песни Давай сам был известный Давай Хачишин оборочит Я креститая, короче, она слышит популярную песню, а она сразу покупает альбом и учит все песни Поэтому Я знаю, точно знаю, наверняка Сегодня так И сегодня Иду по дна Подожди По тишинам варум Да офигеть, я эту песню даже не слышала никогда На четвертом этаже никогда не слышала Но с тобой Подожди, давай это То, что мы знаем все, Влада Старшевского Давай Я потеряла друзей И нет врагов Меня уже никто не ждёт Лишь только эхо горьких слов Любовь здесь больше не живёт Я потеряла друзей И нет врагов Меня уже никто не ждёт Лишь только эхо горьких слов Любовь здесь больше не живёт Нет врагов Нет врагов Нет врагов Нет врагов Нет врагов Нет врагов Ты чё это? Ты ведь знаешь, я одна Как одинокая луна Я не могу найти тебя Я без тебя скажу с ума Тут снова Окро дорога Сама унизмывая пас Я не могу Да Шляпу забрали нашу Шляпу, которую есть И с деньгами всё забрали Да, куда ложили? Деньги, шляпу забрали? Нет, давай. Нет. Ты не для меня, как бабочка огня, тебя я не виную. Я устаю. Сейчас пред тобой, ты поджангел мой, но я люблю другую. Девочки, время, как бы, время, как бы, знаете, я сейчас проверю вообще, как маршрутки у нас тут ездят в городе. Че такое, я не поняла. Надо бы обратиться на всю Ивановскую. Время 11 нет еще, 22.40, 22.45. Крис, а люди бывают с работы, так поздно едут. Это такая машина. Да, крутая машина. Она обожженная. Обожженная с Америки. Почему с Америки? А где это? О, автобус, на автобусе поедем, подожди, тройка. А тройка наша? У меня есть? А тройка наша? У тебя есть деньги на меня. Мы сейчас найдем. Он уезжает. Нет, он не едет в наш район. Ну и вот, короче, гуляя я здесь сама по себе. Ой, че это за девчонка сидит? Грустит че-то. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте, девушка. С вами все хорошо? Вы денежку зарабатываете тогда? Положите, потом слушайте. Но тут бумажные не поместятся. Я вам хочу бумажные положить. А вы очень смышленая девушка. Ну, давайте спойте нам что-нибудь. Да, вы должны сначала заработать. Вы будете... С вами одной кровью. Вы так со мной разговариваете? С чего вы взяли? У вас какой резус-фактор? Мы же все люди. Но... Ну, кто-то поет, а кто-то слушает. Вам не спойно? Нет. А вам? Вы вот сидите. Приличная женщина, вроде. Что это такое? Что? Вам маленькая обувь или что? Да, мамочка. На кануне. У вас выпали пальчики. Купите. Купите пальчики. А вы спойте сначала. Ночь. На кануне Рождества. Вы знаете, вам и гроша не дадут. На накопение. Так что я пошел. Почему? Ну что, мои хорошие, с вами Крис Дольче. Селену я уже отправила домой. И жду самому маршрутку. Не могу я оплатить себе такси. Пусть она едет на такси. Вау. Кто здесь сидит? Какие-то люди. А, девушка. Девушка. Вы что не снимаете? Я не понимаю. Это кто? Вы что снимаете вообще? Это кто такой? Вы куда вообще снимаете? Офигеть. Это же сама Селена. Она сидит на остановке. Офигеть. Селена, вы что на остановке сидите? Вы куда едете? Селена. Вы сразу говорите, куда вы едете? Все, товарищ. Что вы мне хотите? Мы хотим узнать, куда вы направляетесь. Скажите нам, пожалуйста. Мы должны знать. Вы что, ездите на маршрутках? А ты не летчик. А вот так рада любить героя. Влет на подрядом. Ну, ладно, садись. Побазарим. Нет. Рассказывайте. Вы что, на остановке сидите, девушка? Слушай, ну, да. Я вот сработаю. Да. Нормально? А, ну, что, нормально? Лук-стайл-бук. Хоу-лук-стайл-бук. Распаковка с примеркой. Никого больше нет. Вот от населена сидеть на остановке. Странно. Я ждем автобуса. Короче, мы ждем автобус. Ну, Селена вот сидит одна. Смотрите, никого нету больше. Всем доброе утро. День, доброе утро. День, доброе утро. Сегодня понедельник, девочки. Я люблю понедельник. А это значит, после того, как ты расслаблялся, ты приступаешь к своим... к своей любимой работе. Вот что могу сказать. У меня накопилось очень много посылок, которые я скорее мечтаю распаковать для вас. Сейчас погода у нас хорошая. Все классно. Видите, я в шортиках, в юпочке, в шланцах. Немножко ветерок немножечко есть. Ну, вот прям это потому что утро. И мне кажется, ну, все детки раздеты. Я смотрю тоже шортики и футболочка. Так бы я накинула еще в чонечко, если честно. Но я думаю, что все будет хорошо. Кристинка тоже проснулась уже. Сразу компьютер села. Вот. Мама звонила сегодня, спрашивала. Говорит, ну что вы там проснулись? Переживала, что мы после нашего веселья не проснемся. Но мы ответственные. Ой, девочки. Звонит мне сейчас воспитательница. Говорит, ну извините, что я вас так беспокою. Говорит, телефон Деня дома оставил. Вот такой вот. А на самом деле, когда я только его отвела, он такой раз, ну, в рюкзак залазит. Говорит, телефон, где мой телефон? Я говорю, ты, наверное, дома оставил его. Он до этого с ним пару дней ходил в садик. И она говорит, вот у него истерика. Телефон, телефон. Говорит, повис на мне и не может успокоиться. Говорит, нужен телефон. Говорит, можете поднести телефон, чтобы он успокоился. Я сейчас, ну, как бы нашла телефон. Еще думаю, сейчас не найду. Еще больше истерика будет. Я заметила, что это к тому, что я замечала, что ребенок привязывается к вещам. Раньше у нас такого не было. Раньше я даже наоборот думала, ля, молодец, ни к чему не привязывается. То есть, вот такую игрушку, такую, такую. Ну, то есть, вообще, то есть, у него не было любимой игрушки, с которой бы он спал или все время тусил. А в последнее время я стала замечать, он кепка, кепка. Мой рюкзак, мой рюкзак. То есть, где рюкзак, что такое? То есть, он начинает привязываться к вещам, понимает, что это его вещи. Я думала, честно говоря, что он не будет привязываться к ним никогда. Но теперь придется идти и давать ему телефон. Куша, это твое. Слушай, слушай, твои, твои. Ешь. Это хорошо, что мы рядом живем еще. Но на самом деле, может быть, не со всеми детьми тогда захотелось. Но Денька очень требовательный. И если он хочет что-то, что ему нужно, он всю душу вытрясет. С ним надо либо договориться как-то, что-то круче взамен дать. Либо то, что нужно дать. И, честно говоря, мне, как ни странно, это в нем нравится. Мне нравится, что уже с малых лет ребенок с характером, конкретным характером. То есть, он вот нет и нет, если нет, да, если он не хочет. Он будет спорить, он будет драться. Он будет отстаивать свое желание, свое мнение. Это сложно с этим, но мне это нравится, если честно. Девочки, я все время забываю, что у меня сегодня невролог. Чуть не забыла снова. Поэтому сейчас быстро делаю дела и к неврологу. Что мы хорошие, опять компонуем, да, мое время. И пока у нас выводится фильм, он будет выводиться где-то час, и сейчас я бегу как раз-таки к доктору, к неврологу. И, честно говоря, я к нему иду уже неделю, вот с Кристиной неделю, да, мы, я уже не помню, уже больше недели, наверное. И вот как она ко мне приехала, у меня все симптомы начали уходить на спад, и все. И вот я даже уже не помню. Я сейчас буду, ну, просто скажу, что было, повспоминаю, что было. И попрошу у нее просто, чтобы, наверное, ну, на анализы, да, там, ЭКГ сделать, ну, еще что-нибудь, да, узнаю про лекарства, которые можно пить за рулем, да, и вот, ну, все свои страхи, что там какие есть лекарства, какие, что. Да, в общем, что это может быть такое нервное. Короче, сейчас все с ней пообсужу, что она мне скажет, вот. Ну, вообще, я уже в состоянии хорошее. Вчера, кстати, встретились с подписчицей, пока сидели, кушали с Кристинкой. Девочка сидела за соседним столиком. И в итоге подходит, говорит, ну, я не могу не подойти, говорит, я вас столько лет смотрю. Вот, и она, кстати, тоже терапевт. Она говорит, если что, обращайтесь, та-та-та. У нее тоже такой был кашель затяжной, там, после болезни, вот. Может, это один еще из симптомов, кстати, ковида, да, потому что в прошлом году тоже это было как раз пандемию, и, возможно, был у меня, ну, мало ли, я просто не знаю, был, не был, в итоге мне не звонили, сказали, что если мне позвонили, то, значит, не было у вас ковида. Ну, многие из вас также пишут, что был положительный результат, тест, да, а никто не звонил, ну, то есть как-то вот халатненько немножечко, да, относятся, поэтому в нашей стране нельзя быть уверенной во всем, нужно все проверять. Вот, но впервые за всю мою жизнь просто я к тому, что в прошлый раз, в прошлом году, что в этот раз, в этом году у меня был после болезни вот такой затяжной кашель. То есть, ну, совпадений очень много разных, чтобы, вот, блин, понять, что к чему, да, во-первых, одно и то же время, аллергия, не аллергия, пойми, да, во-вторых, и тогда, и тогда это было после болезни, часто говорят, что остается кашель после болезни, но у меня это все впервые, понимаете, меня никогда не тревожили вот такие вот симптомы. Вот, ну, плюс невралгия, ну, не знаю, может, это я уже накопилась, у меня невралгия, и начала уже выдавать какие-то свои коныки. Коныки? Короче, сейчас проконсультируюсь с неврологом, с ним мы еще не консультировались. Меня мама записала, кстати, в нашу клинику, да, прежде чем идти куда-то к неизвестному доктору платить, я уж сейчас бесплатному схожу. А еще вот сейчас очень важное, на самом деле, сообщение, которое вот я давно уже собираюсь сказать, и это важно всем. Я как водитель транспортного средства хочу обратиться к пешеходам, к тем, кто имеет транспортное средство или нет. Может быть, просто если нет транспортного средства, то вы, то ты, да, то ты и вы, может быть, даже и не знаете, что есть определенные моменты, когда водитель просто может не увидеть, реально не увидеть пешехода. Во-первых, если вы переходите в неположенных местах, ну, просто вот я хочу, вот, блин, донести эту информацию на всякий случай. Есть некоторое время суток, например, да, когда уже темнеет, или когда темно, пешехода реально можно просто не увидеть в темноте. Особенно, ну, ладно, еще когда пешеходный переход, может, его как-то там видно подсвечивает, да, но реально вот сколько раз я даже замечала, когда бывало, вот реально думаешь, боже, как вот оно уберегло, потому что ты просто его не видел, ни там, ни здесь, темно, и человек может быть одет темно, и перебегать дорогу, не дождавшись, пока машина остановится. Вот я призываю всех, это не к тому, что там упреки, там пешеходы, вы такие, я сама такая же, и просто хочется как водитель донести до пешехода, что есть опасные моменты. Иногда, знаете, вот это, я сама этим грешу, ай, не трамвай объедет, там еще что-то. Водители такие же люди, которые могут что-то не увидеть, и есть определенное время суток, определенные точки, мертвые зоны, когда можно не увидеть. Вот, и если вы этого не знали, просто хочу вам сказать, да, что в определенное время суток, когда темнеет, когда темно, если человек одет не ярко как-то, да, и он может просто сливаться с темнотой, его просто не видно, поэтому обязательно дождитесь на пешеходном переходе, обязательно переходите в пешеходном месте дорогу, и даже на пешеходном переходе дождитесь, когда остановятся все машины. Одно дело, да, там светофоры, хорошо мигают сигналы, есть пешеходные переходы без светофоров, и частенько бывает такой момент, даже когда светло, не обязательно в темное время суток, когда вы едете, какая-то машина где-то впереди вас, там недалеко, да, останавливается перед пешеходным переходом, может быть резко, может еще что-то, может водитель как-то не увидел. Короче, суть в том, что эта машина перекрывает пешехода, и ты в принципе не видишь, почему водитель остановился. Вообще, по идее, я вам сейчас скажу, да, пешеходный переход, водитель должен остановиться перед пешеходным переходом, вообще не то чтобы должен остановиться, он должен быть внимательнее и притормозить, да, это так. Но бывает, что какая-то машина, которая впереди остановилась, она закрывает пешехода, водитель, который едет по второй полосе, не видит этого пешехода, и частенько просто проезжает, а только потом, когда уже проезжает пешеходный переход, видит, что по нему идет пешеход, и этот водитель, остановился, чтобы его пропустить. А ты по второй полосе едешь и уже не видишь. Такое часто бывает. Поэтому я к тому, что дождитесь, когда остановятся все машины. И вы будете видеть, что на обоих полосах все машины, потому что вот это переднее может закрывать. Я сама так перехожу дорогу, потому что знаю, что вот такое может быть у водителей. Наша невнимательность какая-то может привести вообще к таким последствиям. Да, вот по-глупому как-то. Просто будьте внимательны. И часто бывает так, что да, особенно если это не пешеходный переход. Знаете, понятно, что пешеход всегда прав. Но просто из-за какой-то невнимательности, из-за своей правоты, да, в лишний раз бдительность не проявит, может случиться страшное. Поэтому будьте бдительны. В любом случае, даже если вы правы, даже если мы пешеходы правы, да. Вот. А особенно не переходить не в пешеходном месте, еще страшнее ситуация, когда вы переходите в месте, где нельзя переходить пешеходу. Какой-то водитель, две полосы, какой-то водитель решает вас пропустить, останавливается. Вы на радостях, что вас пропускают. Бежите, а по второй полосе летит машина. Опять же, по той же ситуации ему это закрыло. Непонятно, почему она там останавливается. Может, ты даже не увидел. И тебе вообще пофиг, потому что здесь нет ни пешеходов, ничего. И ты летишь, понимаете. А тут на радостях человек, который скачет, то, что его пропустила одна полоса. Поэтому вообще не переходите в непешеходных местах. Вот. Короче, вот эти два момента, да, я вспомнила. И, пожалуйста, будьте аккуратны. Короче, девочки, пошла к доктору. Ну, там несколько, я так понимаю, докторов разных есть. Но мама записала меня к тому, кому была запись. Потому что, в принципе, я никого из них не знаю. В общем, принимал мужчина, взрослый такой, седоблассый. Короче, очередь такая большая была. И, знаете, все как будто на скорости, как будто быстро. Так, что там это, 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 чуть прописать и выскочить. Вот как это такое было ощущение. Не знаю. Ну, я пришла, сейчас мне не на что жаловаться, сейчас все хорошо. Но я говорю, вы можете, может быть, направление какое-то дать, там, сердце проверить, то есть он говорит, это дает терапевт. Я говорю, а что невролог может дать, на что направление? Он говорит, мы ни на что направление не даем. Типа, вот, типа, вот мы тут самое точное все вот посмотрели. Я же, он поставил мне что-то там пальчиком до носа, дотронься, ухом до этого, тара-та-та, в общем, в какую-то стрессовую ситуацию. Он говорит, я вас специально вставлю в стрессовую ситуацию, смотрите, как вы реагируете. Я говорю, ну и что, как я реагирую? Он такой, нормально все у вас, реакция нормальная. Вот, в общем, я говорю, ну сейчас у меня жалоб нет, уже дней 10, там, 2 недели уже почти скоро. Как бы это, я говорю, ну на всякий случай, как бы вот потом вот что. Что-то у меня диметрол пили, я говорю, да нет, диметрол не пила. Короче, он говорит, что вообще больше часа панические атаки не длятся. И то, что вы говорите, что-то выпили, да, и типа это вас успокоило, то, говорит, лекарство еще не успело подействовать вообще. Как бы, обычно, ну панические атаки, они вот такие короткие, и как бы они типа проходили бы сами собой. Вот, ну в принципе, вы, говорит, все правильно делали, не знаю. Говорит, нормально все у вас, это нормально. Короче, толком ничего не поняла, если честно. Я поняла, что меня надо к терапевту, чтобы проверить сердце свое. Какая ерунда какая-то. Вообще очень сложно, когда у тебя уже ничего нет, и ты уже половину забыла, что у тебя там было. Это не в стрессе, как-то уже немножко несерьезно, как будто, знаете, приходишь ты к доктору. Ну он мне прописал лекарства, витаминчики для мозга, сказал. Говорит, по типу витаминчиков для мозга, миксиприм называется. 125 миллиграмм три раза в день. Две недели, говорит, попей. А потом через две недели придешь и скажешь, если ничего не изменилось. Я говорю, так у меня сейчас жалоб нет, говорю, может мне и не пить. Он говорит, ну это как витаминчики для мозга, попей. Ну вот я вышла и не пойму вообще. Не хочу я ничего лишнее пить. Ну я сейчас почитаю в интернете про этот миксиприм. Может быть витаминчики для мозга и хорошо, но опять же, девочки, на минутку. Я не пью таблетки. Просто так я не буду пить таблетку какую-то. Если это было бы в капельках что-то или такое, то может быть. Так, ладно, еще хорошая новость. Мне позвонил человек, который... Стол, стол, у которых я заказывала. И контора, короче, где я заказывала стол. Стол уже готов. И уже на этой неделе мне должны будут его привезти. Уже, в принципе, готовы его там соберут. И мне уже его готовы привезут. Только там нюансы какие-то дособирать. То есть у меня дома не будут его собирать долго. Вот. И я радостно, я такая говорю. Ну хорошо. Боже мой! Не могу поверить, что это скоро случится. Потом будем заниматься балкони. Балкони. И вообще, мои хорошие, оно так все быстро произошло, что я даже не успела сказать доктору, что я не пью таблетки. Чтобы он в что-нибудь в жидком виде мне прописал. И в общем вышло. Но я так поняла, что я просто не буду ничего принимать. Все. Вообще, я как бы говорила уже, но никак не могу собраться. Я хочу сдать анализы, знаете, вот этот клинический минимум. Необходимо клинический минимум, чтобы посмотреть, что у меня. Просто я не знаю. Что в этот клинический минимум входит. Какие необходимые анализы я конкретно должна пойти и сдать. Кровь, да? Чтобы посмотреть, чего у меня хватает, не хватает. Витамин D, там магний, может мне надо попить. Ты Дима. Это Дима? Да. Надо Дима отдать будет завтра, да? Что? Да, самолетик. Я забрала Дэнечку с садика, забрала Кристину из дома. Ладно, мы сегодня с ней проводили прямой эфир. Посмеялись о душе, конкурс провели. Будем чаще так, пока она у меня. Надо постараться чаще нам вот так вот. Да? Мне нравится эта идея. Вот. А сейчас мы идем за посылочкой, едем как раз. И в Макдональдс. Сегодня праздник. Будем икушать мороженое, бургеры. Все счастливы, да? Но Кристинка не будет, как всегда. Она сказала, я невыносимую. Не буду. Короче говоря, представляете? Вообще, приехали в Макдональдс, а нам прям перед носом закрыли двери. Говорят, время не работает. Минут 15-20. Впервые вообще. Только мне интересно, это по всей сети у них там что-то отключилось? База какая-то? Или только в этом? Мы, короче, посидели минут 20. Я говорю, ну что там, какие-нибудь изменения есть? Нет, ничего не звонят, ничего не понятно. Ну ладно. Сейчас поедем в другой Макдональдс. Потеряли время. Время потеряли, да. Но голод не ушел. Не тетка не ушел. И прикиньте, я сейчас это разворачивалась и поехала сейчас по дороге другой. И заглядываю там в МакАвто и заработала. Я видела, что парень расплачивался в окошке. Офигеть, что-то такое. А мы уже едем так, что там, где мы будем разворачиваться, там здесь разворот, там уже другой Макдональдс будет. Вариантов вообще. Мы приехали в Макдональдс возле парка. Уже давно хочу Деньку на карусельках покатать. Вот. Ну, надо будет прям пропустить садик, наверное, в какой-нибудь... И в какой-нибудь будний день сходить, чтобы народа не было. Да, чтобы мы мороженое поели, погуляли спокойно, покатались на карусельках без очереди лишней. Вот. А сейчас мы уже дойдем до Макдональдса. Посидим, покушаем. Все-таки настроились уже. Я не люблю, когда меня обламывают. Я всегда так стараюсь строить свою жизнь и мысли, чтобы меня не обламывали. Стараюсь. Но иногда меня обламывают. Как, например, Макдональдс, зараза. Обламали. Сейчас, представляете, опять в этот... Пошли Макдональдс в главный. Они такие говорят, идите с окна делаем. В зале нельзя заказывать. Что они тупят сегодня. Короче, мои хорошие, сегодня Макдональдс просто единичка ему. Во второй Макдональдс приехали тоже. Вы поняли, не пускают уже. Потом ждали минут... Сколько мы ждали? Минут 10-15? Что это очередь, да? 20. 20 минут? Крис засекала. 20 минут, представляете, ждали. Пока вот этот заказ. В итоге пришли, едим. Мороженое заказала. Два Макфлури, карамель, шоколад. Одно принесли как надо, а второе мы сделали. А другое с клубникой, похоже. Или с малиной сделали. Я не знаю, потому что я фруктовый не брала. Что? С клубникой. Короче, какой-то фруктовый. Ну, я пошла, они поменяли как бы быстро. Но сам факт. Мы убили столько времени на Макдональдс сегодня. Хотя это фастфуд. У нас получился лонгфуд. Главное, что мы целеустремленные. И достигли своей цели. Мы поели! Едем сейчас и видим, что у нас тут съемочная группа целая. Стоит домики такие. Глянь, Кристинка, видишь, они запитались. Сценка, ой, правда? Я говорю, да, он съемочная группа. Впереди. А там мы сейчас видели, ну, ехали пока. Там прям я видела большие микрофоны такие. А, ну, вон. Вон тоже палатка. Это тоже съемочная тема у них там. Короче, вот там где-то в парке возле кафе идет съемка. А, ну да, вот съемочная группа, видите? Опа. Прикольно. Опа. Субтитры сделал DimaTorzok